Добрый день! Я рад с вами встретиться, несмотря на выходной день. В субботу приближается 1 сентября, начинается учебный год, в том числе и в клинической арнатуре, в институте. Мы обсуждаем с вами тематику «Сексис и голод несовместимое». По сути дела это продолжение предыдущей тематики, которая была посвящена синдрому накопления жидкости, потому что нутритивная поддержка является одним из компонентов инфузионной терапии, поддержания жидкостного баланса и электролитного баланса. Тематика обращения к «Сексису» обусловлена прежде всего долеговизной этой проблемы, высокой встречаемостью и, естественно, тяжестью этих пациентов, потому что летальность остается достаточно высокая. В настоящий момент мы рассматриваем «Сексис» как модель критического состояния. Действительно, при «Сексисе» реализуется прежде всего полиорганная недостаточность, лечением которой и занимаются врачи-анестезиологи-реаниматологи. Безусловно, важным компонентом формирования полиорганной недостаточности является синдром капиллярной утечки и синдром накопления жидкости. Нутритивная поддержка, безусловно, принимает участие в формировании этого синдрома, особенно если мы не учитываем особенности водно-электролитного баланса, тогда у нас снижается уровень альгумина, или мы вводим избыточное количество жидкости. Традиционные дефиниции «Сексис» у нас менялись. В настоящий момент, согласно «Сексису-3» мы оцениваем «Сексис» как угрожающую жизни дисфункцию, причиной которой является дискультурный ответ организма на инфекцию. Обращаемся к статистике. Летальность при «Сексисе» достаточно высокая. В 2023 году была опубликована работа, которая включала 61 рандомизированные клинические исследования, в которые были включены больные по критериям «Сексис-3». Что же оказалось? Оказалось, что летальность при «Сексисе» составляет 28%. При этом при септическом шоке летальность повышалась до 34%. Более того, септический шок рассматривается как самые дорогие заболевания. В США затраты только на лечение септического составляют 20 миллиардов долларов в год. Это бюджет небольшого государства. А мы не говорим про реабилитацию таких пациентов, которая может длиться годами. Ну, как лечить септический шок, мы с вами предположим, что знаем. Мы ориентируемся на клинические рекомендации, как зарубежные, так и отечественные. Не могу сказать, что мы довольны результатами лечения септица. Но, тем не менее, мы его лечим. И когда мы оцениваем состояние больного с септицом, проводим лечебные мероприятия, мы, прежде всего, ориентируемся на жизнеугрожающие, как бы сказать, события. Мы оцениваем уровень сознания, естественно, газообмен, показатели демодинамики. И вот вопросы нутритивной поддержки у нас зачастую остаются на заднем плане. И мы забываем вовремя начать нутритивную поддержку, а иногда считая, что это не так важно для нас. Но вместе с тем, если вытащить один кубик с пирамиды, она развалится. Так, это пренебрежение вопроса нутритивной поддержки шревато как отдаленными последствиями повышения литарности, так и возникновение осложнений. Опять же, вот Владимир Владимирович очень подробно рассказывал нам о синдроме накопления жидкости. Так вот, в лечении этого синдрома подразумевается использование определенных энтериальных смесей. Поэтому тематика инфузионной терапии, тематика нутритивной поддержки так или иначе они переплетаются. В клинических рекомендациях надо отдать должное, что нутритивной поддержки касаемо сепсиса уделяется не так много времени, как хотелось бы. Ну, тому есть две причины. С одной стороны, мы акцентируем внимание на экстренных лечебных действиях. С другой стороны, мы подразумеваем, что есть какие-то рекомендации, которые отдельно написаны для больных в критических состояниях, основную массу которых составляют больные сепсисом. И поэтому не все клиницисты способны продраться через гебри клинических рекомендаций до пункта 73, где и описано приведение нутритивной поддержки у больных сепсисом. Вместе с тем, в 2023 году была опубликована работа о положении дел, касаемом нутритивной поддержки. Авторы утверждают небезосновательно, что частота нутритивной недостаточности в уделениях реанимации и интенсивной терапии не изменилась в середине 70-х годов 20-го столетия, когда их впервые стали регистрировать. Очень настораживает низкое знание клиницистов проблемы питания пациентов в уделениях реанимации и интенсивной терапии. Кроме того, отсутствует преемственность между этапами лечения, когда мы пациента переводим в профильное отделение, и зачастую из-за неадекватной нутритивной поддержки пациент возвращается к нам в реанимацию в более тяжелом состоянии, чем мы переводили. Кроме того, на момент выпуска из стационара нутритивный статус больного в большинстве случаев ухудшается. И что самое обидное, при выпуске из стационара пациент не получает рекомендаций по клиническому питанию. Мы перекладываем это на врачей поликлиники, которые эти вопросы не знают. Ну вот, влияет ли исходный нутритивный статус, нутритивная поддержка на течение СЭПСа? Да, влияет. Многочисленных работ, в том числе в работе 2024 года, показано, что увеличение летальности при СЭПСе обусловлено как исходной недостаточностью питания, так и неадекватной нутритивной поддержки в условиях стационара. Вот авторы обследовали 1500 больных хирургическим сепсисом и признали, что факторами риска 28-суточной летальности были низкие исходные уровни индекса массы тела и альбумина, а также 3 и более баллов по шкале НЛЕС-2002. Мне представляется интересная следующая работа, я ее прочитал, как бы сказать, с большим вниманием. Это работа корейских авторов из Южной Кореи. Они обследовали практически 2500 больных сепсисом. Но очень интересно, что условием включения в это исследование было развитие сепсиса и оценка пищевого статуса у тех пациентов, которые в предшествующие два года проходили диспансеризацию, то есть которые были объективно оценены по состоянию своему здоровью. Ну вот, пищевой статус оценили на основании инструмента оценки пищевого образа жизни, который принят в Южной Корее. Каковы же оказались результаты? Результаты оказались впечатляющими. Согласно моделям, основанным на многократной логистической регрессии, увеличение исходных показателей питания на один балл приводило к достоверному увеличению 90-дневной выживаемости. То есть чем лучше у пациентов был пищевой статус до возникновения сепсиса, тем меньше у них было шансов умереть. То есть работа впечатляющая, потому что действительно здесь была приведена объективная оценка между состоянием пищевого статуса до возникновения сепсиса и, соответственно, показателями летальности. Не стоит забывать, к сожалению, это так, что в 10 наиболее распространенных ошибок, допускаемых клиницистами в отделении реанимации интенсивной терапии, как раз и входит неадекватная коррекция пищевого статуса, которая приводит не к увеличению числа осложнений, а к увеличению показателей летальности. Таким образом, мы с вами должны понимать, что выводы, касаемые нутритивной поддержки, нутритивного статуса у наших реанимационных больных, больным сепсисом, неутешительны. До 50% пациентов, которые поступают в варит сепсисом, имеют признаки недостаточности питания. Авторы этой статьи, авторы этой статьи, Павел Дишмейер, достаточно известный специалист в области реаниментологии, он говорит, что нам необходимо бороться с эпидемией недостаточного кормления больных в варит. Более того, удивляет следующее, что неадекватная нутритивная поддержка часто встречается не только в острой фазе заболевания, но и после стабилизации состояния больного, что, на мой взгляд, совершенно недопустимо. Возникает вопрос, как кормить больного сепсисом. Отдельных рекомендаций по нутритивной поддержке для больных сепсисом у нас не существует. Но вместе с тем мы должны понимать, что те рекомендации, которые написаны для больных реанимационного профиля, основываются на 50-70% пациентов больных сепсисом и септическим шоком. Поэтому мы их берем за основу, естественно, учитывая особенности протекания септического шока и его вазопрессионной поддержки. Какие же вопросы стоят перед врачом реанимационного профиля? Это прежде всего кормить или не кормить больных сепсисом? Когда начинают нутритивную поддержку больных сепсисом? Каковы параметры доставки энергии белка пациента сепсисом? И существуют ли специализированные препараты для нутритивной поддержки больных сепсисом? Ну вот на эти вопросы мы с вами и постараемся сейчас ответить. Еще раз упомяну, что у нас существует достаточно большой набор клинических рекомендаций. Это европейские рекомендации, последний релиз которых был осуществлен в 2023 году в августе месяце, год назад. Это рекомендации нашей Федерации, ну и, соответственно, американские рекомендации Общества парентерального и интерального питания. К сожалению, в клинических рекомендациях последнего релиза присутствует такая вот обидная ремарка, что на сегодняшний день существует разрыв между практикой клинического питания в августе и рекомендациям. Поэтому мы с вами должны понимать, что не все то, что пишется в рекомендациях, рассказывается на лекциях или в докладах, реализуется на практике. Почему это происходит? Ну, причин для этого много. Иногда это недостаточная подготовка клиницистов, иногда их избыточная занятость, иногда это материальные проблемы. Но, тем не менее, все эти проблемы приводят только к одному, к ухудшению оказания помощи больных сепсисом. Ну, вот вопрос номер один. Кормить или не кормить больного сепсисом? Ну, вопрос на... Это риторический, естественно, вопрос. Мы понимаем, что каждый пациент, который поступает в отделение реанимации, должен получать нутритивную поддержку, должен получать питание. В клинических рекомендациях говорится о том, что каждый пациент после 48 часов пребывания варит должен рассматриваться как больной с риском развития нутритивной недостаточности. Прямо клиническое питание должно означаться всем пациентам, находящим в севарит более 48 часов. На самом деле мы назначаем раньше, обычно это при стабильном состоянии пациента, это первые сутки. Безусловно, мы должны зафиксировать состояние пищевого статуса, мы должны оценить его пищевой статус на основании анамнеза, если это возможно, если пациент в сознании, индексы массы тела, составы тела больного, объеба мышечной массы. В настоящий момент нет единой шкалы, которая была рекомендована для врачей-анастезиологов и аниматологов. Поэтому, на мой взгляд, каждый может выбирать ту шкалу, которая им больше нравится. Ну, это или НРС-2002, или вот моя любимая шкала НУТРИК. Вопрос номер два. Когда начинать нутритивную поддержку больных с эльпсом? Ну, если параоральный прием пищи невозможен, у взрослых пациентов в критическом состоянии следует проводить раннее энтеральное питание в течение 48 часов, а не раннее прентеральное питание. То есть ответ совершенно понятен. Начинаем с энтерального питания, по возможности, в первые 48 часов. Все достаточно просто. Прентеральное питание у нас имеет такой отсурочный характер, обычно мы все-таки назначаем его не ранее 3-4 суток. Ну, и вот возникает вопрос, какое раннее или отсроченное энтеральное питание. Есть у некоторых врачей сомнения. И вот буквально в августе, кстати, я мне пришла, было опубликовано исследование по поводу того, что же лучше, раннее или отсроченное энтеральное питание у пациентов с эпсисом. Ну, для, как бы сказать, констатации факта, авторы считали, раннее энтеральное питание, тогда интуитивная поддержка начинается в течение первых трех суток в отступление в отделение реанимации. Ну, а отсроченное энтеральное питание – это четвертое, когда энтеральное питание начинали с четвертого по седьмой день. Всего было 1111 больных с эпсисом, 70%, что совершенно понятно, получали раннее энтеральное питание, а 29% с хвостиком – это отсроченное энтеральное питание. Что же получили? Какие результаты получили? Оказалось, что в группе раннего энтерального питания продолжительность пребывания в АРИД была достоверно меньше. Кроме того, у больных с ранним энтеральным питанием реже развивалось явление остропочечного повреждения. То есть, на самом деле, результат впечатляющий. Авторы подчеркивают, что совершенно нет никаких оснований задерживать кормление пациентов, и нужно действительно следовать клиническим рекомендациям. Сейчас появилось очень много статей, которые пытаются не просто опровергнуть клинические рекомендации, а сделать наоборот. Они показывают, что те доктора, которые не следуют клиническим рекомендациям, получают результат, но, к сожалению, этот результат отрицательный. И вот типичнейшее проявление такого подхода авторы обосновали, что не нужно откладывать приведение энтерального питания на достаточно большом статистическом материале. Ну, всегда возникает вопрос, а не начать ли нам с парентерального питания. Ну, еще греха, ведь многие сестры в отделении реанимации более склонны к парентеральному питанию, для них это технически легче, при наличии различных инфазоматов. И вот исследование, публикованное в 1923 году, оно включает 5000 больных, которые получали интрутивную поддержку, в течение первых трех дней поступления в АРИТ. То есть анализ был в течение этих первых трех дней проведен. Ну, парентеральное питание, естественно, получало небольшое количество больных, это 357 пациентов, остальные более 4000 получали энтеральное питание. Что же оказалось? Ну, назначение парентерального питания в течение трех дней поступления в АРИТ не снижало 28-дневную смертность и ассоциировало с увеличением длительности пребывания в стационаре. Опять ответ позитивный. Следуйте клиническим рекомендациям и получите счастье. Почему? Ну, по той простой причине, что действительно клинические рекомендации пишутся на большом объеме материала. И опровергнуть клинические рекомендации, ну, в небольших исследованиях, естественно, не удается. Ну, а что такое увеличение длительности пребывания в стационаре? Это увеличение количества осложнений, увеличение стоимости лечения пациентов, ну, и, естественно, увеличение количества жалоб на врачей. Ну, последовательность выбора интративной поддержки у больных с ЭПСОМ, она понятна. Обычного питания бывает недостаточно. Мы назначаем пароральное дополнительное питание, далее идет зондовое питание, ну, и в резерве у нас всегда остается парентеральное питание. Достаточно часто в последнее время мы используем комбинацию интерального и парентерального питания, когда с помощью одного вида доставки белка энергии мы не будем полностью обеспечивать потребности пациента. Вопрос номер три. Каковы параметры доставки энергии белка пациента фори? Здесь сломано очень много копий. Мы долго спорили, какое же количество белка и энергии нужно. Но сейчас заболадало мнение о том, что достижение целевых значений доставки энергии и белка должно остаться в течение 3-7 дней. То есть мы не можем сразу дать пациентам расчетное для здорового человека количество белка и энергии. Вот мы видим, как бы сказать, стандартные рекомендации, алгоритм. Оцениваем нутритивный статус при поступлении пациента в отделение реанимации интенсивной терапии. Занимаемся профилактикой рефидинг-синдрома. Вот, соответственно, первая линия – это энтеральное питание в течение первых 48 часов. Вторая линия – это дополнительное парентеральное питание, которое мы начинаем обычно в четвертых суток. И, естественно, прогрессивное увеличение доставки энергии и белка. Причем наша цель – добиться расчетных значений к четвертым суткам или к пятым. Вот такая тактика постепенного увеличения достижения белка и энергии. Естественно, возникает вопрос, а может быть, сразу накормить пациента, дать ему достаточное количество белка и тем самым предотвратить фазу катаболизма или нивелировать ее. И вот достаточно крупные исследования, более тысячи пациентов. Все пациенты были в критических состояниях, находились на искусственной вентиляции легких. Это исследования проводились в 85 реанимационных отделениях в 16 стран. Их пациенты были, значит, 18 лет, и, кроме того, имели высокий риск недостаточности питания. Но больных рендомизировали в две группы. В первой группе, куда включились 645 пациентов, назначали высокое количество белка, более 2,2 грамма на килограмм в сутки. А больные второго группа получали, ну, по сути дела, те, то количество белка, которое прописано в клинических рекомендациях. Ну, первичной конечной точкой исследования была выписка из стационара в течение 60 дней после поступления в арит. А вторичная конечная точка исследования – это 60-дневная летарность. Ну, результаты, собственно говоря, они были ожидаемы для большинства. Назначение белка в дозе более 2,2 грамма на килограмм в сутки в сравнении с адекватной дозой у больных в критических состояниях НВЛ не снижало показатели летальности. Это уже результат. То есть затраты материальные мы увеличивали, а летальность не снижалась. И, кроме того, ухудшались результаты лечения пациентов с острым повреждением почек и выраженной органной дисфункции. То есть получалось, что основная масса пациентов, в которых мы лечим эти пациенты с полиорганной недостаточностью, у них результаты лечения были хуже. Сейчас идет анализ подбук. Я думаю, скоро будут опубликованы результаты. И, наверное, мы определимся именно с теми пациентами, которыми высокие дозы белка особенно вредят в лечении. Ну, вот какое же количество белка должен получать пациент, мы узнали из исследования такого экспериментального, когда авторы назначали различное количество белка и смотрели на летальность пациентов. Оказалось, что минимальная летальность больных в критических состояниях наблюдалась у тех пациентов, кому постепенно увеличили доставку белка от 0,8 грамм на килограмм в сутки до более 1,2 грамм на килограмм в сутки. Вот такой подход в настоящий момент и прописан во всех клинических рекомендациях. Более того, в этом исследовании было показано, что низкое употребление белка ассоциировало с увеличением 6-месячной летальности. Ну, в общем, действительно, они правы. Если пациента не кормить, то в конечном итоге он умрет. Ну, кроме белка, есть еще и энергия, которую мы должны доставлять. Вот часть исследований действительно грешит тем, что они изучают только количество белка, а часть исследований изучают только доставки энергии. Но, тем не менее, это исследование полезно. Мы должны к ним прислушиваться. И вот работа 2024 года. Она посвящена, опять же, исследованию состояния пациентов с сепсисом при назначении различных доз энергетического обеспечения. Для оценки эффективности энергетического обеспечения авторы предложили использовать объем мышечной массы. И вот в исследование включили 93 больных с сепсисом. И с помощью компьютерной томографии исследовали этот объем мышечной массы. Действительно, исследование достаточно дорогостоящее. Соответственно, исследование проводилось в течение 7 дней. И они разделили пациентов на 3 группы, которые получали различное количество энергии. В первую группу они включили больных с низким уровнем доставки энергии 16,8% потребностей. В вторую группу включили пациентов, которые получали около 40% энергии. И, соответственно, группу номер 3, которую они назвали высокой, пациенты получали 73% от требуемой энергии. Что же оказалось? Оказалось, что объем мышечной массы не изменился в третьей группе и снижался в первой и второй группах. То есть результат впечатляет. На самом деле, вот за этими такими сухими словами, объем мышечной массы, скрывается крайне полезная для нас информация. Ведь действительно снижение объема мышечной массы чревато для нас, яниматологу, большими бедами. Если пациент съедает свою мышечную массу, мы не можем его отлучить от респиратора. Он у нас долгое время находится на искусственной вентиляции легких, через рахиостому, и возникают различные осложнения, и пациент просто погибает. То же самое возникает, когда мы пациента все-таки отлучаем от респиратора. Но мы не можем его полноценно реабилитировать. Почему? Потому что низкая мышечная масса не позволяет ему передвигаться по палате, не позволяет ему заниматься реабилитационными мероприятиями. Кроме того, у этих пациентов увеличивается количество инфекционных осложнений, и они чаще погибают, и у них развиваются осложнения, и нам требуется повторно переводить их на искусственную вентиляцию легких. Поэтому адекватная доставка энергии для нас крайне важна, и она является залогом того, что мышечная масса наших пациентов не изменится, ну, во всяком случае, даже если уменьшится, то незначительно. Ну, каковы факторы препятствуют полнодозному кормлению больных? Парит. Ну, вот те пациенты, которые поступают к нам в отделение реанимации, они не в состоянии усвоить большое количество белка энергии. Это связано с целым рядом причин, ну, прежде всего, это с анаболической резистентностью. Это очень важный момент, потому что у пациента при развитии секса развивается фауз катаболизма, и мы этот катаболизм не можем подавить доставкой белка энергии. То есть этот катаболизм можно подавить, только убрав воспалительный процесс, вылечив основного заболевания, что не всегда удается на начальных этапах, то мы не можем определиться с этиологией инфекции, то мы не можем назначить адекватную антибактериальную терапию из-за полирезистентности микробов. Кроме того, во время вот этой катаболической фазы имеется гигантская аддогенная продукция энергии. Исследования, приведенные авторами, показали, что до 1500 килокалорий способен пациент продуцировать энергии за счет распада гликогена, за счет распада мышц. Это действительно плохо, но тем не менее бороться мы не всегда с этим можем, потому что противовоспалительная антибикробная терапия на начальных этапах не всегда эффективна, не вовремя делается хирургическое вмешательство, или пациент полностью поздно обращается за медицинской помощью. Кроме того, избыточное назначение белка энергии подавляет процесс клеточной репарации, аутофагии. На самом деле вот эта катаболическая фаза первые двое суток, она способствует развитию аутофагии, очищению клетки от осколков различных поврежденных белков и поврежденных митоходрий. Это защитная реакция в первые двое суток, которая со временем переходит уже в патологическую. Ну и, естественно, избыточное введение глюкозы усугубляет явление гипергликемии, увеличивает потребность в инсулине, а сейчас мы знаем, что мы ориентируемся уже не просто на уровень глюкозы, а мы ориентируемся на дисгликемию, каков перепад уровень глюкозы было у нас в течение суток, когда мы лечим пациента. И вот на этом слайде я пытался суммировать наши подходы к проведению нудративной поддержки. Во время анаболической резистентности мы не можем назначать большие дозы белка и энергии за счет возникновения различных осложнений, которые чреваты гибелью пациента, в том числе и возникновения рефидинг-синдрома. Поэтому на начальных этапах мы даем небольшие дозы, они были показаны на предыдущем слайде в алгоритмах, а вот когда нам удается стабилизировать состояние пациента, подавить выраженщий воспалительный эффект, вот тогда ответ на антритивную поддержку бывает позитивный, мы уже назначаем повышенное количество белка и энергии и соответственно пациент способен реабилитироваться. Ну вот чем мы сталкиваемся в реальной жизни у больных с эфициством, ну естественно у нас существует до госпитального этапа, когда пациента везут на машине скорой помощи или вначале диагностируют сексис, такое тоже бывает в домашних условиях, ну на этом этапе естественно речь ни о какой антритивной поддержке не идет, мы контролируем уровень глюкозы и соответственно до госпитального этапа приливается физиологический раствор или вводится препарат глюкоза для профилактики или коррекции гипогликемии. Далее у нас идет ранняя фаза критического состояния и здесь мы назначаем энтеральное питание как правило это метод выбора энтеральное питание назначается в низкой дозе мы стараемся покрыть потребности ну и соответственно в подостре фазы критического состояния мы увеличиваем дозу энтерального питания к сожалению мы не всегда знаем сколько у нас длится ранняя фаза критического состояния иногда она затягивается и поэтому мы вынуждены не увеличивать доставку белка и энергии до расчетных значений кроме того не всегда энтеральное питание усваивается он может усвоить только половину от потребностей вот тогда мы уже рассматриваем возможность сочетания энтерального питания и парентерального кроме того важной проблемой которая неоднократно поднималась на наших конференциях является рефидинг синдром мы не всегда его диагностируем иногда гибель пациента она как раз связана не с тем что у него прогрессировался а тем что у него развился рефидинг синдром поэтому мы должны конечно контролировать электролитные нарушения соответственно покрывать потребности витамины В1 высокие дозы которые требуются и заниматься профилактической гипостемии кроме того коллеги мы должны понимать что не всегда лечение сепсиса удается ведь иногда мы лечим терапевтический сепсис или наоборот хирургический сепсис справляемся с хирургической патологией у пациента возникает мозокомиальное пневмония и станет пациент резко ухудшается и вот тогда мы приостанавливаем полноценную нутрутивную поддержку и опять расцениваем пациента как пациента с ранней фазы критического состояния поэтому нам приходится начинать все заново и опять увеличивать доставку белка и энергии оценивая потребности пациента в том или ином состоянии мы должны понимать что критическое состояние достаточно часто развивается по синусоиде это не всегда значит что мы начали лечить пациента и мы его выписываем через 5 дней из отделения реанимация для реабилитации в профильное отделение иногда бывает ухудшение бывает у терапевтических пациентов которые поступают к нам с пневмонией в том числе и с новой каменой развивается какая-то хирургическая патология мы вынуждены проводить оперативные вмешательства и опять пациент попадает уже в реанимацию в состояние септического шока и мы заново начинаем рассматривать это пациента как пациента в острой фазе критического состояния вопрос номер 4 существуют ли специализированные препараты для интрутивной поддержки варит опять же территорически да существует по той простой причине что обычные препараты не могут удовлетворить потребности в белке энергии в соответствии с клиническими рекомендациями я вам сразу скажу что вот эти препараты которые представлены здесь нутризон протеин интенс и нутризон протеин адванс компания нутрица они были разработаны в ответ на те клинические рекомендации которые были опубликованы европейским обществом клинического метаболизма клинического питания соответственно мы видим что они имеют повышенное содержание белка измененное соотношение азот небелковые калории то есть не стандартный 1 к 130 а 1 к 54 всегда задает вопрос а как же усвоится вот этот азот если такое соотношение так вот здесь вспоминаем мы о выработке эндогенной энергии которая достигает 1500 ккал в сутки у больных в критических состояниях вот она как раз идет на усвоение этого азота если же мы используем стандартные смеси то как правило мы сталкиваемся с ситуацией или мы даем мало белка или мы вводим избыточное количество калорий вот мы видим что согласно клиническим рекомендациям пациент должен получить 50 грамм белка 700 ккал в первые сутки вот введение нотризона ПТН с одного флакона позволяет полностью удовлетворить потребности а вот если мы будем вводить препарат который предназначен для других ситуаций простой нотризон то мы назначим 48 грамм белка но при этом пациент получит 1200 ккал и 1200 миллилитров нотризона и вместе с этим нотризоном он получит воду натрий и далее мы будем уже рассматривать синдром накопления жидкости мы будем волноваться за капиллярную утечку и удивляться почему у нас снизилась сатурация у пациента находящего в искусственной вентиляции легких да по той причине что наблюдается перегрузка жидкости то есть с одной стороны у нас есть благое желание доставить нужное количество калорий энергии с помощью второго препарата но так не получается вот для этого мы используем инновационные препараты типа нотризон протеин интенс ну и вот к особенностям этого препарата относится источник белка здесь 4 источника белка и по сути дела его удалось сбалансировать по незаменимым и незаменимым аминокислотам я сознательно не привожу рекомендации посвященные назначению белка больным не только реанимационного профиля но и стационарным больным там основным положением говорится что пациент должен получать полноценный белок то есть там должно быть достаточное количество заменимых и незаменимых аминокислот и вот здесь собственно говоря вот этом в этих препаратах нотризон протеин интенс и адванс содержится комплекс P4 который имеет соответственно четыре источника происхождения белка и этот белок обеспечивает необходимое количество заменимых и незаменимых аминокислот соответственно кроме того этот комплекс P4 не коагулирует желудки это способствует более быстрой эвакуации смеси желудка в нижележащие отделы желудочно-кишечного тракта поэтому мы реже сталкиваемся с застоем желудки и соответственно мы реже сталкиваемся с явлениями аспирации и развитием нозокамиальной пневмонии то есть по этому показателю препарат тоже достаточно удачный ну и соответственно вот сегодня мы слышали интереснейшую лекцию Сергея Владимирович посвященную синдрому накопления жидкости ну и вот эта вот статья которая нашумела последнее время все ее обсуждают о том что же нам делать при сепсе с этим синдромом и вот один из пунктов профилактики вот этого синдрома это введение концентрированных натуральных смесей это один из методов профилактики синдрома накопления жидкости это фас-синдрома действительно ведь мы сталкиваемся с этим избыточным накоплением жидкости не только у больных сепсом а у больных сердечной недостаточности когда мы не можем назначить много жидкости у пациента и так уже ее избыток есть гипергидратация поэтому вот разумный подход, разумный выбор нутритивной поддержки в виде энтерального питания это один из методов профилактики фаз, потому что мы можем сколько угодно говорить об этом синдроме но если мы будем наливать там бездумно 2 литра нутритивной поддержки в виде кого-нибудь препарата содержащего низкое количество белка то мы пациент не вылечим с одной стороны вроде мы герой кормим пациента, а с другой стороны попросту выражаясь мы заливаем его водой электролитами, которые в данный момент этому пациенту не нужны мне приходилось сталкиваться с ситуацией когда пациент бездумно проводили парандрарное питание в результате мы получали его с выраженной гипергидратацией которая требовала проведения заместительной почечной терапии в том числе поэтому все наши деяния проводимые в отделении реанимации они взаимосвязаны и доктор который приходит на дежурство он должен не только ориентироваться на антибактериальную терапию вазопрессорную поддержку но и ориентироваться на правильную схему энтерального питания что касается введения смесей для интуитивной поддержки необходимо использовать желудочный доступ для проведения энтерального питания если у нас высокий риск аспирации и пробкинетики неэффективны ну значит соответственно мы используем постпилорический доступ да безусловно при нем реже возникают мозокомиальные пневмонии ну среди непрерывного или борозного типа энтерального питания рекомендация останавливается все-таки на непрерывном типе да я встречала работы которые говорят что если с помощью бороза мы стараемся поддержать циркадные ритмы ну представьте себе как мы в реанимации поддерживаем циркадные ритмы когда наш шоковый зал лечит несколько человек которые и постоянно происходит обмен пациентом поступают новые шоу-мгаммы тут мы циркадные ритмы пытаемся нормализовать с помощью болезненного энтерального питания нет пока непрерывный путь реже развивается диарея и соответственно этот путь как бы сказать стоит использовать ну вопрос о пантеральном питании с повестки дня не снят при наличии противопоказания эффективности параллельному литеральному питанию рассматривается вопрос о назначении параллельного питания обычно это происходит на 30-37 сутки более того сейчас прошло несколько таких очень хороших публикаций где говорится о том что мы используем комбинированный тип нутративной поддержки если литеральное питание не высваивается в достаточном объеме не бойтесь использовать параллельное питание как дополнительное лучше привести дополнительное параллельное питание чем пациент у вас будет голодать ну вот результаты лечения пациентов мы видим что достаточно серьезное исследование было опубликовано в 2022 году 834 больных сепсом практически половина из них септическим шоком назначали им белок и энергию согласно рекомендациям СПН и АСПН со счетом потребностей в энергии по форму с корректирующими коэффициентами ну и собственно говоря важность этой работы явилась то что они оценили реально полученное количество энергии белка потому что одно дело назначить другое дело получить часто нутративная поддержка прерывается на различные исследования компьютерную томографию или еще какие-то бывают причины соответственно пациент не всегда получает нужное количество белка и энергии соответственно энтериальное питание назначали после стабилизации гемодинамики а проэнтериальное питание назначали на 3-5 сутки нахождения варит при неадекватности энтериального питания или невозможности его проведения утретивный статус пациентов оценили по шкале М-нутри каковы же результаты? доказалось, что адекватная доставка белка в течение первой недели в сравнении с низкой доставкой сопровождалась снижением на 6% сутрибалничной смертности результаты блестящих смертность прицепится на 6% это героизм кроме того, авторы отмечают что более высокое потребление энергии ассоциировалось с снижением 30-дневной летальности достоверность различий появлялась обычно у пациентов в которых имелась нутритивная недостаточность по шкале М-нутри более 5 баллов смысл этой работы заключается в том что авторы привлекают внимание может быть они не пишут такими большими жирными буквами в этой статье о том, что не всегда назначения совпадают с реальностью и вот они оценивают не то, что назначили оценивают, потому что получили пациенты они не обсуждают, почему пациент недополучил так вот если все-таки стремится к выполнению клинических рекомендаций то пациенты будут выживать чаще еще одна работа 183 больных сепсом может быть не так много но все они были отобрены в соответствии с критериями сепсис-3 опять же клиническое питание назначалось диетологами на основании клинических рекомендаций и собственно говоря регистрировали фактическое количество калорий полученных пациентам ну здесь можно сказать, что это отделение хорошо живет потому что если диетолог или нутрицолог который следит за этим как бы сказать, видом лечебной тактики ну летальность на 28-й день была ниже у больных потреблявших на 7-й день в среднем 89 килокалорий от заданных значений чем в группе с доставкой 73 килокалории то есть мы опять видим что если правильно назначать энергию то пациенты будут чаще выживать вот опять же выводы из этого исследования следует классический что недостаточное питание ассоциировано с плохим прогнозом больных сепсисом еще одна работа 145 больных сепсисом увеличение количества баллов ПМ нутрика с цио заставанием литарности ну это классические как бы сказать результаты чем тяжелее пациент оценивается по модифицированной шкале нутрик тем больше шансов у него умереть но вместе с тем если пациент намерал более пяти баллов по шкале нутрик увеличение доставки энергии белка ассоциировало с сокращением длительности пребывания в аэрид и госпитализации и снижением 30-дневной и госпитальной летальности то есть мы здесь должны понимать что вот под словом увеличение доставки белка энергии имеется ввиду выполнение клинических рекомендаций то есть назначение никаких-то запредельных цифр белка или каких-то запредельных цифр энергии нет просто выполнение клинических рекомендаций выполнение алгоритма который должен быть разработан в качестве протокола для каждого лечебного учреждения поэтому правильно кормят пациента меньше он бывает варить соответственно снижается 30-дневная и госпитальная летарность ну вот еще такое болезненное процентральное питание и септический шок мы должны понимать что точки зрения различные вот 2020 год две работы опубликованы в одной работе говорится о том что пациента нужно кормить во время септического шока в другой работе что это категорически запрещено кто прав ну на самом деле что зависит от стадии септического от тяжести септического шока и вазопрессовой поддержки безусловно когда мы лечим пациента с септическим шоком то мы прекрасно понимаем что нутритивная поддержка наверняка приведет к снижению числа инфекционных осложнений безусловно нутритивная поддержка способствует поддержанию целостности кишечника безусловно снижается резистентность к инсулину чего мы боимся мы боимся конечно еще и менее перфорации при проведении нутритивной поддержки ну здесь нужно опять же ориентироваться на состояние кишечника очень часто мне приходится сталкиваться с ситуацией ну зачем назначать пациенту 300 мл шантаральной смеси это совсем ничего мы пациента не накормим этими 300 мл да безусловно коллеги но мы должны понимать кого мы кормим с одной стороны наша задача накормить пациента предотвратить потерю мышечной массы с другой стороны коллеги наша задача накормить антероцит так называемое трофическое питание мы понимаем что этот антероцит потребляет белки энергии аминокислоты из просвета тонкой кишки вот поэтому это трофическое питание нам и необходимо не стоит забывать что мы кормим не только больного а мы кормим еще антероцита ну а нарушение целостности кишечника чревато транслокацией бактерий развитием сепси или его прогрессирования ну и прочими возможными осложнениями которых вы хорошо знаете поэтому мы должны ориентироваться все-таки на кормление пациентов с септическим шоком более того в работах которые публикуются регулярно говорится о том что ранее антероцитное питание больных с септическим шоком можно инициировать после стабилизации гемодинамики до полной отмены узопрессоров без слов это так вот мы видим что очень важным моментом является доза дорадреналида из стадии пациента поэтому в любом случае мы начинаем с трофического питания постепенно увеличиваем дозу доставки белка энергии ну и естественно мы смотрим какова же доза дорадреналида каково усвоение этого трофического питания вот работа которая вам хорошо известно была отличная что осложнение страды желудочно-пищечного тракта при приведении оперативной поддержки а именно лентерального питания количество осложнений увеличилось при превышении дозы до 56 мкг в минуту с этим трудно поспорить и поэтому в 2022 году была опубликована работа которая была инициирована как раз этими спорами о том когда можно кормить при какой дозе пациентов разделили на несколько как бы сказать групп и соответственно эти пациенты в зависимости от тело-состояния получали различные дозы дорадреналина то есть пациентов включали именно в группу в зависимости от того какую дозу они дорадреналина получали соответственно непереносимость центрального питания диагностировали на основании возникновения рвоты рефлексы диареи кишечной непроходимости пищевые перфорации кишечника то есть непереносимость варьировала в общем-то достаточно в больших пределах но самое главное что она носила такой клинический характер то есть то что для нас важно непосредственно в практике есть у пациента рвоты есть у него диарея или различные явления пищевые и кишечной непроходимости и что же они обнаружили они обнаружили классический как бы сказать результат число побочных явлений в стране ЖКТ возрастало с увеличением дозы да безусловно увеличение дозы не всегда благоприятно сказывается на кровоснабжении кишечника но они заметили что при снижении дозы ниже 0,2 микрограмм на килограмм в минуту энтеральное питание практически не давало никаких осложнений поэтому можно было проводить соответственно в зависимости от толерантности к энтеральному питанию увеличивать дозу назначаемых энтеральных смесей ну вот мы видим опять же возвращаемся опять к клиническим рекомендациям которые были опубликованы обществом СПМ в них очень четко написано что у больных с эпизом после стабилизации гемодинамики целесообразно использовать раннее энтеральное питание с постепенным увеличением доставки белка и энергии то есть из этой фразы скрывается следующее мы начинаем с трофического питания вот этих 100-300 миллилитров энтеральной смеси для кормежки энтероцитов ну а дальше соответственно мы увеличиваем уже по возможности доставку белка и энергии ну при противопоказании к энтеральному питанию или неадекватности необходимо назначать перентеральное питание в качестве дополнительного или основного соответственно когда состояние пациента стабилизируется нам необходимо увеличивать доставку как количество энергии так и белка соответственно на этапе реабилитации потребности возникают увеличиваются и вот тут наверное мой любимый слайд те проблемы которые возникают в постарит безусловно здесь целый комплекс факторов неблагоприятных ну факторы пациента это плохой аппетит пациент считает что он слишком больной чтобы самостоятельно есть у него меняются вкусовые ощущения то есть функциональные проблемы когда возникают какие-то диареи или дисфагии у пациента соответственно вот физиологические функции о которых я говорил уже возникает депрессия нарушение сна боли он не может есть не хочет организационные проблемы бывают ну и соответственно системные факторы не стоит забывать о них о том что бывают проблемы с организацией именно клинического питания в том или конкретном стационаре и поэтому пациент не получает нужного количества белка энергии и благополучно в кавычках возвращается в отделение реанимации где сидит главный интрецеолог стационар и врач анастезиолог реаниматолог который и кормит пациента и вот в подтверждение этого мне хочется привести очень интересную японскую работу в 23 году был приведен такой эксперимент в 10 японских префектурах либеризовали контроль за расходами групп нутритивной поддержки и их сертификацию то есть написано так что да стали давать больше денег группу нутритивной поддержки и соответственно облегчили получение сертификата я работал врачом нутритциологом в отделениях реанимации интенсивной терапии что же оказалось оказалось что после того как людям дали деньги и разрешили работать у них получились блестящие результаты количество доставки белка энергии пациентам возросло и улучшилось качество нутритивной поддержки поэтому на самом деле у нас достаточно много проблем именно связано с финансами именно связано опять же с тем компонентом системным фактором когда руководство не считает необходимым уплачивать антуритивную поддержку не оплачиваешь инвертивную поддержку, будешь оплачивать осложнение лечения. После отделения реанимации интенсивной терапии мы должны рассмотреть несколько способов инвертивной поддержки. Это может быть самостоятельное питание, которое часто неадекватно, это может быть и сиппинг, это может быть зондовое питание, это может быть комбинация зондового и проэнтерального питания. К сожалению, наши врачи, хирурги, терапевты не все готовы проводить зондовое питание, а тем более парентеральное питание, но в тех больницах, где есть группа интуитивной поддержки, имеется преемственность, и пациенты не имеют, как бы сказать, таких негативных эффектов, связанных с недокамерами, уже после перевода из отделения реанимации, интенсивная терапия. Что еще необходимо учитывать у больных сепси при назначении интуитивной поддержки? Ну и, безусловно, это вот сахарная диабета, стерез гипербентемии. У нас будет сегодня еще лекция, просчитанная, как раз посвященная вопросам диабета. Далее, развитие дисфагии, очень мактуальная проблема, слишком много у нас больных дисфагии, приходится обращаться за помощью к логопедам, ну и, естественно, возникновение пролезней. И вот для всех этих состояний имеются специальные препараты, которые должны быть в рационе клинического питания, в стационаре, в отделении реанимации, интенсивной терапии, чтобы мы могли использовать эти препараты. Вот мы видим, опять же, рекомендацию СПМ, где говорится, что у больных на самостоятельном дыхании с явлением дисфагии необходимо адаптировать текстуру пищи. То есть, если пациент начинает у нас поперхиваться при использовании жидкой какой-то пищи или воды, мы должны использовать специальные загустители, вот компания Нутриция их производит, препараты группы Нутилус. Они достаточно просты, они, самое главное, не меняют вкусовые ощущения этой пищи, и добавление определенного количества вот этого ингредиента позволяет сделать пищу адаптированной к потребностям пациента и бороться с явлениями дисфагии. Потому что приходится сталкиваться, когда пациенту пытаются накормить во время явления дисфагии, он отказывается есть, естественно, впадает в состояние гиповолемии в одном варианте, в другом варианте он пытается что-то есть, у него возникает аспирация, опять нужна камерная пневмония, и пациент к вам переезжает в отделение реанимации. Поэтому много осложнений при неправильном проведении нутритивной поддержки, их, конечно, нужно избегать. Ну, что мы прекрасно понимаем, мы знаем, например, от бодибилдеров и культуристов, что физическая активность повышает эффект диетотерапии, поэтому, опять же, здесь вспоминали профессиональные стандарты. 2018 года мы должны понимать, что мы должны реабилитировать пациент, физическую нагрузку они должны получать с момента пребывания в отделении реанимации. Вот мы видим, что включение дозированных физических нагрузок в комплекс включения больных в отделении реанимации ассоциировалось с увеличением объема и силы мышц, увеличением дней без ИВЛ, сокращением длительности пребывания варит, повышением качества жизни. Ну, естественно, для того, чтобы у нас была физическая нагрузка у больных реализована, нам нужен субстрат в виде белка и энергии. И вот мы часто забываем о пациентах, выписывая их из стационара. Вот эта классическая работа, 18-го года, мне она очень нравится, она была опубликована в журнале «Джама». С чем сталкивается больно после выписки, с эпизом после выписки из стационара? Видите, все симптомы, которые мешают ему ввиться в обычную жизнь, не говоря уже о работе. У него и слабость, и нарушение глотания, и утомляемость, и нарушение сна, и тревожность. Ну, если этих пациентов реабилитировать, то у них повышается 10-летняя выживаемость в сравнении с контрольной группой. Вот этими двумя слайдами я хочу привлечь внимание к тому, что пациент не должен оказываться в вакууме. После выписки из стационара он должен попадать в реабилитационный центр, где его на ощупь двигаться, где его будут правильно кормить. И вот смотрите, 22-й год, 14 рандомизированных клинических исследований и 2438 пациентов. Это данные систематического обзора и метаанализа. Что же было получено? Что нутритивная поддержка больных после выписки из стационара в сравнении с контрольной группой ассоциировалась со снижением на 37% летарности, с увеличением потребностей интуиентов и энергии и с возрастанием массы тела. То есть мы с помощью нутритивной поддержки получали снижение летарности. Чем мы еще можем снизить летарность на постгоспитальном этапе? Наверное, есть какие-то еще более эффективные методы, чем сочетание нутритивной поддержки и физической реабилитации. Ну и вот группа сингапурских исследователей, она озаботилась вопросами нутритивной поддержки после выписки больных сепсисом из стационара и создала специальную программу, которая и внедряется в Сингапуре. Прежде всего, пациент в обязательном порядке проходит скрининг питания на момент выписки, то есть оценивает, что с ним стало после наших лечебных мероприятий. Ну и, естественно, это сравнивается с тем, что было. Далее разрабатывается интуальная программа питания на ближайшее время. Ему организуются консультации реабилитолога и диетолога. Также они считают обязательными образовательные мероприятия для врачей, курирующих пациентов на постгоспитальном этапе, ну и, соответственно, организационные мероприятия на уровне здравоохранения. То есть существует целая программа, на уровне пускают его государство, пускают его в виде города, этот Сингапур, но, тем не менее, вот эта программа работает. Ну, мое время подходит к концу, и вместо резюме мне хочется представить вот этот слайд на основании нескольких работ. Я хочу подчеркнуть, что приведение индивидуализированной интуитивной поддержки снижало ретарность и стоимость лечения больных в стационаре за счет следующих факторов, ну, следующих показателей. Уменьшение длительности госпитализации, снижение числа осложнений и снижение риска перевода больных в арит. То есть, на самом деле, скупой платит дважды. Если мы будем экономить на клиническом питании, оно звучит так, может быть, не очень внушительно, что такое клиническое питание, это каши наезд или там супы какие-то. Нет, к сожалению, это мало в нашем больном. Они должны получать индивидуализированную интуитивную поддержку. Причем те препараты, которые мы назначаем, они зависят от фазы критического состояния, от тех осложнений, которые у этого пациента возникли. Но, тем не менее, все это окупается. Это окупается в том числе и уменьшением длительности госпитализации. То есть, мы быстрее пациента приводим в состояние, когда он сможет адаптироваться к обычным условиям жизни. Коллеги, спасибо за внимание. Я готов ответить на ваши вопросы. Ну и вот последний слайд. Я приглашаю всех к публикациям статей. В журнале «Клиническое питание и метаболизм» этот журнал рецензируемый. Главный редактор, всем известный, профессор Сергей Сергеевич Сверидов. Он руководит российским обществом парентерально-вентерального питания. Здесь могут быть специально работать не только по антрутивной поддержке, но и по инфузионной терапии, соответственно, по суберному накоплению жидкости и вопросы, связанные с ним. Спасибо. Спасибо.